Всем привет! Добро пожаловать на вебинар Just Time. Я Наталья Михайлова, ваш сегодняшний модератор. Давайте проверим связь. Напишите мне, пожалуйста, как вы меня видите и слышите. Поставьте плюсик, если все хорошо, если все работает. Спасибо. Будем считать, что у нас все хорошо работает. Давайте начинать. Сегодня мы с вами собрались на вебинаре компании Just Time. Поговорим о дизайне голосовых интерфейсов. Тема эта новая, объемная. Сегодня у нас первый вебинар по этой теме. Он такой немножко вступительный, вводный. Мы постараемся сделать его максимально практичным, насколько это можно. Будем давать практические советы, рекомендации. Будем разбирать их на конкретных примерах. Делиться своим опытом. Давать какие-то лайфхаки. Показывать инструменты. Все в прямом эфире, вживую, по-настоящему. И сегодня со мной мои коллеги. Давайте познакомимся с нашими замечательными ведущими, которые непосредственно занимаются этой областью в нашей компании, имеют большой опыт и с удовольствием им делятся. Я приглашаю в эфир Ирину Степанову. Ира – аналитик разговорных интерфейсов в нашей компании. И она расскажет нам о том, как разрабатывать их правильно. Всем добрый день. Как сказала Наталья, меня зовут Ирина Степанова. Я аналитик в отделе лингвистики. Мы занимаемся тем, что разрабатываем дизайн для разговорных интерфейсов, голосовых в том числе. Но об этом немножко попозже расскажу. И учим ботов говорить по-человечески. Об этом сегодня все будет. Спасибо, Ира. Тоже будем учиться говорить по-человечески. Да, запись будет. Не волнуйтесь, я об этом еще расскажу. Так, и вторая наша сегодняшняя ведущая – Екатерина Юлина, руководитель направления продуктового дизайна. Катя, выходи, пожалуйста, в эфир. Давай потестим твою связь. Всем привет. Видно, слышно? Хорошо ли? Нормально ли? Шикарно ли? Шикарно. Спасибо. Я руковожу отделом продуктового UX-UI дизайна. Мы делаем интерфейсы платформы GCP и Emilogica лучше, понятнее, удобнее, приятнее. И я руковожу командой, соответственно, продуктовых дизайнеров. С Ирой мы работаем в разных отделах, но друг другу помогаем. И сегодня покажем, как. Увидимся еще. Спасибо, Катя. Ира и Ира будут это все внимательно читать. А я пока проведу совсем коротенькую вступительную часть по нашим организационным моментам. По времени мы с вами ориентируемся примерно на час, плюс-минус, в зависимости от того, сколько будет у вас вопросов. Запись будет обязательно. Мы ее разошлем всем, кто регистрировался на вебинар, и выложим на наш канал на YouTube, на канал Just.i. Там ее в любой момент можно посмотреть. И не только ее. Вопросы пишите нам в общем чате, вот здесь, где мы с вами болтали перед началом вебинара. Будем отвечать как по ходу, так у нас будет специальный блок вопрос-ответ. Если вы на какой-то вопрос не ответили по ходу вебинар, вы просто его повторите, и мы обязательно ответим. И мы приготовили для вас небольшие полезные подарки, которые мы не включим в рассылку после вебинара, поэтому будем раздавать здесь в вебинарной комнате. Есть смысл не отключаться и доработать с нами до конца эфира. Если у вас будут какие-то сложности с изображением, со звуком, пишите в общем чате, я буду вам помогать. Обычно все лечится нажатием кнопочки F5 или отключением видеоспикера, просто чтобы снять нагрузку на канал. В любом случае, если что-то, не дай бог, пойдет не так, не переживайте, у вас будет запись. Все, вступительная часть закончена моя. Я остаюсь на связи в чате вебинара, вернусь к вам после основного рассказа моих коллег, чтобы как раз раздать те самые подарки и не только. Так, приглашаю в эфир Ирину. Первая часть по подготовке к разработке разговорных интерфейсов ее. Ира, выходи, пожалуйста, в эфир. Всем еще раз добрый день. Подтвердите, пожалуйста, плюсиком в чате, если меня хорошо видно и слышно, и в целом, что у вас все хорошо. Спасибо. Еще немного по поводу плюсиков. Поставьте, пожалуйста, два плюсика в чате те, кто знает, что такое дизайн разговорных интерфейсов, чем занимается дизайнер и какие бывают общие виды. Спасибо. Большинство в курсе. Ну, тогда я не буду сильно долго на этом останавливаться. Просто еще раз быстренько проговорю. Точнее, давайте так, еще раз попробуем провести опрос. Кто знает, чем различается conversational user interface и voice user interface? Есть ли такие в чате? Поставьте плюсик, чтобы просто я не повторяла то, что вдруг все знают. Так, есть первый минус. Если еще будет один-два минуса, то я расскажу. Ага, замечательно. Тогда лучше проговорю еще раз. В общем, в разговорных интерфейсах существует некоторая классификация, которая в целом достаточно условная, но она позволяет разделять поверхности вывода разговорных интерфейсов. Так, есть понятие conversational user interface. Это в целом на русский переводится как разговорный пользовательский интерфейс. И он выражается в том, что все наши голосовые помощники или те или иные формы навыков, они проявляются как в визуальной, так и в голосовой составляющей, и в тексты в том числе. То есть это Алиса, живущая в телефоне, Алиса, живущая в телевизоре, например, в Сбербоксе, Сбердевайсе, так называемая вся эта группа различных устройств и так далее. Все, что имеет разные формы выражения общения бота с пользователем. Voice user interface – это только голосовой интерфейс, соответственно, колоночка или автомобиль, в котором встроен голосовой помощник. Соответственно, вот такое разделение существует. В рамках нашего сегодняшнего вебинара, который называется «Дела дизайн голосовых интерфейсов», я расскажу также и про разговорный в целом, потому что эта область достаточно емкая. И Google, например, советует начинать дизайн разговорного интерфейса, неважно, какого он типа, именно с голосового. Поэтому подход, он, в принципе, один и тот же, но различается нюансами. Если вам будет интересно узнать про нюансы, пишите в чате. Так как этот вебинар вводный, то впихнуть все сюда, к сожалению, не удалось. Итак, с чего вообще начинается обычно разработка и дизайн голосовых или любых разговорных интерфейсов? С того, что к вам приходит кто-то, кто хочет, собственно, этот интерфейс. И здесь важно уточнить у человека, какой именно кейс использования будет. Потому что вообще-то голосовой интерфейс не всегда подойдет. Например, он точно не подойдет, если это какие-то общественные места. И здесь речь не о том, что человеку может быть некомфортно пользоваться устройством среди людей, например, говорить с телефоном и так далее, а с тем, что это всего лишь техническая трудность. Устройство может ловить шумы внешние, например, если это метро, или может ловить чужие голоса и таким образом некорректно выполнять ту функцию, которую вы закладывали. Второй момент. Если человеку неудобно говорить с интерфейсом в контексте того места, где он находится, например, это библиотека, какой-то общественный workspace, коворкинг и так далее, если он мешает другим людям, и ему некомфортно так делать, ну, общаться с интерфейсом, каким бы он ни был. Третий момент. Когда ваши пользователи предпочитают текст. Да, это немножечко странно, но сейчас в современном мире все равно есть люди, которым комфортно общаться текстом. И если вы нацелены на какую-то аудиторию, а вы должны, конечно же, ее предварительно изучить, то вы должны учесть, что люди, которым комфортнее пользоваться текстами, сообщениями, никогда не перейдут на голосовой интерфейс, и о своих этих пользователей нужно помнить, их любить и ценить. И также голосовой интерфейс не подойдет, если речь идет о чем-то личном. И тут я не совсем о каких-то таких персональных чувствах, эмоциях и так далее, а о банковских картах, имея в виду пин-кодах, номерах, счетах, о болезнях, например, не все готовы рассказывать об этом публично, и о каких-то таких внутренних, близких человеку нюансах, которых он не готов рассказывать и которые ими не готов делиться. Это тоже необходимо иметь в виду, если вы начинаете проектировать голосовой интерфейс. В нашем сегодняшнем вебинаре, для того, чтобы не быть голословными, а рассказывать все по делу, мы взяли реальный кейс, который был с одним из заказчиков, это HR-бот, который консультирует по корпоративным правилам, отпускам, зарплатам. Первое, с чего мы начали, это, конечно же, оценили вообще, можно ли реализовать интерфейс. Здесь я советую использовать чек-лист от Google. У Google есть такой специальный гайд, который в конце вебинара, возможно, мы вам скинем ссылочку на этот conversational гайд, в котором 8 пунктов, и чтобы понять, нужен ли вам интерфейс, большинство из них должны быть отмечены, ну, галочкой или плюсиком в нашем случае. Первый момент – это можно ли текущий вопрос решить с человеком. Если мы говорим о HR-боте, то он прототип реального человека, реального HR-специалиста в компании или некоторого сайта с политиками, правилами и какими-то ограничениями, которые обычно расположены, ну, в каком-то интернете заказчика, например. И да, этот вопрос, получается, можно решить с человеком, если обратиться к конкретному лицу, который ответит. Второй момент – возможно ли взаимодействие в формате вопрос-ответ. Здесь мы ответим «нет», потому что, когда обычно мы задаем вопрос HR-у, это какой-то вопрос, подразумевающий дальнейшую детализацию. Вопрос-ответ – это, например, какая погода в Петербурге, погода в Петербурге, 10 градусов, солнечная и так далее. Это вопрос, который не требует дальнейшей детализации. В случае с HR-ом обычно это детали. Чтобы выполнить задачу сейчас, нужно тапать кликать на экран несколько раз. Если мы говорим о HR-специалисте, то нам необходимо сначала найти его, если, допустим, компания огромная. Если мы его знаем, конечно, будет быстрее, но, тем не менее, мы будем писать ему в почте, в Slack, в Telegram, где угодно. Если мы говорим о том, что эти политики и правила лежат на сайте, то, соответственно, человеку тоже придется потыкаться, попереключаться между экранами и, соответственно, разобраться, где же тот или иной вопрос лежит, чтобы понять и ответить на него самого для себя. И также мы поэтому отмечаем следующий пункт. Чтобы выполнить задачу, нужно переключаться между приложениями и экранами. И также мы отмечаем плюсиком следующий пункт, потому что, как я уже говорила, это переключение, это различное взаимодействие, это получается довольно долго, не быстро. Если, тем более, это лежит на каком-то сайте в интернете, и сотрудник, допустим, новый, он вообще не знает, где искать эту информацию, например, об отпуске или о зарплате, или о каких-то дополнительных выходных днях в марте или в феврале, вопрос может затянуться, получение ответа на вопрос. Задачу можно выполнить одновременно, делая другие дела. И следующий пункт немножко похож. Задачу можно выполнить, даже если руки или глаза заняты. Если мы говорим об HR-специалисте, как о человеке, то довольно трудно представить, что мы говорим с человеком и, допустим, тем временем что-то делаем по рабочим вопросам. Обычно это неэтично. Мы говорим тет-а-тет. Если мы говорим про поиск информации на сайте, то, соответственно, это тоже углубленное погружение, вопрос, рискание, чтение документов, пусть даже по диагонали, но это определенная концентрация внимания. Поэтому эти пункты мы не отмечаем плюсиками. И последний. Пользователям комфортно говорить или писать о теме вопроса и задача. Конечно, когда мы обращаемся к HR-специалистам, вопросы могут быть различные, но в основном это те, которые не такие уже личные и персональные. Когда отпуск, он обычно у всех плюс-минус одинаковый. Когда зарплата придет, это такие общие вопросы, не требующие какого-то закрытого обсуждения. Соответственно, мы здесь можем поставить спокойно плюсик. Для того, чтобы проверить теперь, насколько вы внимательно следили за моими чеклистами, точнее, за чеклистом, который я вам описывала и вам его поясняла, давайте попробуем поиграть. Здесь на скриншоте представлен кадр из известного фильма «Люди в черном», и агенты пытаются управлять машиной голосом. Как вы считаете, исходя из чеклиста, про который я говорила, подходит ли голосовой интерфейс в данном случае? Пишите, пожалуйста, в чате «Да» или «Нет» и «Почему». Если необходимо, могу перелистнуть на предыдущий экран. Если не подходит, «Почему?» Вижу противоречивые мнения. Нет. «Почему?» Есть ли какой-то комментарий? Много посторонних звуков. Ну, тут спорно, они все-таки в закрытом пространстве. Требуется регулирование в реальном времени, но скорость – это вроде как быстро. Подходит, потому что машина закрыта, руки заняты. Да, в целом будет удобно использовать. Еще какие-то трое управленцев. Это хорошее замечание, кстати, но предположим, что только старший агент управляет автомобилем. Какие-то еще мнения, может быть, есть? Вроде мнений нет. Ну, допустим, вроде как мы сошлись на том, что большинство ответило «нет», но, на мой взгляд, согласно чек-листу, который мы в критической ситуации, они все разом взорвут. Кстати, это хорошее замечание, которое тоже стоит продумывать. Это чуть-чуть далее о кейсах использования. Здесь, вероятнее всего, если предположить, что они не втроем, а все-таки один, скорее всего, голосовой интерфейс подходит, потому что у нас закрытое пространство, ничто ему не мешает, у нас общение быстрое, то есть поверни, останови и так далее, не требует дальнейших уточнений. И, соответственно, тут для большинства… Ну, руки заняты, соответственно, и так далее. Вот эти все большинство пунктов из чек-листа подходят. Попробуем еще один кейс. Подходит ли голосовой интерфейс Гарри Поттеру для поиска книги в библиотеке? Как вы считаете? Напишите ваше мнение в чате и почему. В библиотеке нельзя шуметь. Еще варианты? Тайна станет явным. Будут требоваться уточнения. Кстати, да, хорошее замечание, скорее всего, если есть анализ видеообъектов. Это про автомобиль, что ли, еще в комментарии? Или это про библиотеку? Ну, кажется, вариантов больше нет. Тогда остановимся на тех, что ему может понадобиться крикинга из закрытой секции, если будет неловко произнести ее название. Да, в целом, да, на самом деле, да, если есть анализ видеообъектов, тогда не очень понятен комментарий, но чуть-чуть попозже можем на вопросах-ответах это обсудить. В целом, да, здесь получается закрытое пространство, в котором нельзя шуметь. Уточнение может потребоваться, потому что книг может быть несколько одноименных, например, или если он назовет автора, то, соответственно, тоже потребуется уточнение, ну, или какие-то еще детали, которые могут быть. Хотя, в целом, Гарри Поттер может и назвать название и автора. Но основное, что здесь нельзя шуметь, и здесь это будет мешать окружающим. Так, спасибо за вашу активность. Теперь продолжим наше создание голосового интерфейса. Из чего уже он начинается? Во-первых, с анализа пользователей. Кто они, какую проблему они хотят решить, как они сейчас эту проблему решают, какие при этом слова, фразы они используют. Это очень важно, особенно при проектировании голосового интерфейса для того, чтобы подумать, как именно пользователь будет вызывать вашу команду или как он будет говорить о вашей функциональности. Какой контекст обстоятельства этих задач, которые он решает, и как именно это происходит. В нашем воображаемом, точнее, таком реальном, но завуалированном примере это некоторый Константин Иванович, который работает на Рязанском ремонтном заводе. Он два раза в год берет отпуск, а женат, у него двое детей, дочь идет в первый класс. Соответственно, его цель – получить положенную зарплату и пойти в отпуск. Поэтому он и общается с ассистентом. Он хочет узнать представителей HR, почему ему зарплата не пришла, а положен ли ему отпуск на 1 сентября. Почему на 1 сентября? Потому что в контексте нашего примера у заказчика была особенность, что на 1 сентября для тех людей, у которых дети идут в первый класс в первый раз, они дают оплачиваемый отпуск. И Константин Иванович как раз хочет это выяснить. Как же положен ли ему отпуск, не положен. Он слышал, но не уверен. Он хочет у бота это как раз спросить. Перед тем, как проектировать дизайн, вам также необходимо учесть несколько моментов. Это такой tone of voice вашего бота, который основывается на стратегии поведения компании в отношении пользователей. О чем это именно? Это о том, как пользователь будет разговаривать с вашим, как бот будет разговаривать с вашим пользователем. Будет ли он обращаться на ты или на вы? Если это текстовый бот, будет ли это с большой вы буквы или с маленькой? Будет ли это Иван Иванович или Иван, то есть по имени-отчеству или просто по какому-то имени? Какая субординация? Пытается ли бот подружиться или, наоборот, держит расстояние, дистанцию? Как он общается в целом? Просто и легко? Добавляет шутеечки в свою речь или нет? И какой вообще словарный, так сказать, лексикон используется во время общения с пользователем? Например, наверняка вы видите разницу, прошу обратить внимание и посмотрите, у этого как бы две большие разницы у этих двух формулировок. Все это необходимо учитывать и обычно эту информацию бот предоставляет заказчику, потому что в отрыве от политики компании бот будет выглядеть очень странно и даже, возможно, нелепо, если он будет слишком шутить, а в компании принято говорить серьезно и обращаться на вы. Второй момент, который стоит учесть, это поизучать ресурсы, на которых обитают пользователи, если есть возможность. Это могут быть известия, ревдинские рабочие, если вы знаете такое замечательное издание, одноклассники ВКонтакте и так далее. Посмотреть, как они сейчас решают эту проблему. Может быть, даже погуглить возможные похожие кейсы. Например, если вы делаете HR-консультанта, посмотреть, существуют ли в этом доступе какие-то навыки, которые похожим образом реализуют функционал, который вы хотите создать. И посмотреть, как пользователи общаются с этим. Если есть логи, допустим, вы делаете бота для КЦ, посмотреть эти логи, как говорят пользователи, для того, чтобы общаться с ним на их же языке. Ну, не в том плане, что если пользователи говорят матом, то нужно с ними матом, но учитывать контекст того, какие слова они могут сказать, чтобы их распознавать при дальнейшей разработке бота. Следующий момент – это учесть возможное поведение пользователей с ботом. О чем идет речь? Это о том, как бот будет реагировать на нестандартные ситуации, а люди очень любят ломать бота и пытаться задавать ему разные странные вопросы, например, что ты умеешь, кто тебя создал, пытаться обзывать бота или пытаться позвать человека. Все эти ситуации стоит предусмотреть. Это такие корнер-кейсы, которые обычно возникают всегда, но не всегда они предусматриваются в ботах. И вам необходимо учесть политику компании, и именно в соответствии с политикой компании как раз предусмотреть ответы бота на эти вопросы. Для того, чтобы еще проектировать боты, расскажу про некоторые так называемые conversational maxims, максимы разговорного интерфейса, которые гласят о том, что весь разговор должен быть человечным. И там есть как раз четыре пункта, о которых сейчас в примерах расскажу. Первое – это говорить то, что правдиво. Оно звучит довольно очевидно и банально, но на самом деле при проектировании ботов оказывается, что это не учитывается. Например, здесь есть скриншоты из двух ботов, которые были на сайте какого-то юридического, каких-то юридических сайтов. Первый спрашивает, напишите, что вам интересует, я обязательно вам помогу. Второй говорит, задавайте вопросы. Что здесь плохо? Здесь плохо то, что боты не ограничивают круг своих вопросов, на которые они могут ответить. Чем это чревато? Тем, что пользователи пытаются задавать абсолютно любые вопросы. Ну, соответственно, какой вопрос, такой ответ. Бот говорит, я могу ответить тебе на все, как хота ботчу, любое желание исполнить. И пользователь, соответственно, тоже пихает туда все, что угодно. Лучше в этой ситуации все-таки конкретно сказать, я там юрист, я бот-юрист, отвечаю на вопросы по правовому законодательству Российской Федерации, например, и так далее. То есть ограничивать сразу круг вопросов, на которые вы можете ответить, бот может ответить. Часто ошибка еще бывает, что я могу вам помочь с любой ситуацией, с любым вопросом. Но это тоже из этой же степи. Второй момент – это говорит ровно столько информации, сколько необходимо, но не более. И здесь уже мы обращаемся к навыкам редактуры и копирайсинга для того, чтобы сокращать тексты и не вываливать на пользователя огромную кашу. В примере, который я привела, он не совсем уместен, потому что здесь все-таки часть этой информации нужна, но все-таки если бы она была покороче и если бы она была чуть более читабельна, а здесь, как видите, такой кусок, шматок текста, из которого сложно вычленять главное, то пользователю было бы попроще и, соответственно, не было бы возможных ошибок. Здесь, скорее всего, они не возникли, но чаще всего, если мы вываливаем на человека информацию огромную, он не всегда может в ней разобраться. И с этим как раз также связан следующий пункт, говорит только то, что имеет отношение к текущему вопросу или обсуждению. Потому что иногда вот в этом огромном шматке текста может оказываться информация, которая в данной ситуации для запроса пользователя не подходит. Здесь самый крайний случай, когда дизайнеры не предусмотрели, что пользователи могут спросить, могу ли я сделать карту со своим дизайном, и ответ бота совершенно про другое, про ставку по кредиту. Конечно, есть риск, что здесь просто не сработало распознавание некорректно, ну, хотя навряд ли, вопрос вполне конкретный. Но я все-таки склоняюсь к тому, что просто дизайнеры не продумали то, что пользователь будет отвечать, задавать именно такой вопрос. Что бы уберегло от этой ситуации, это просмотр логов, анализ пользователей, какие вопросы они задают в реальной жизни, и предусмотр, предусмотрение этого всего на этапе проектирования дизайна разговорного интерфейса. И последний момент про человечность, это объяснять понятно. Тоже такой банальный принцип, оказалось бы, что здесь сложного, однако этому принципу не все предъявляются. Например, здесь леди-бот, которая записывать должна в салон людей, на запрос пользователя «запиши меня в салон», вместо того, чтобы логично уточнить у человека фамилию, имя, дату записи и так далее, какие-то такие вопросы, которые необходимы обычно в реальной жизни при записи в салон, начинает задавать пользователю два вопроса в начале и в конце, как вы видите, и множество каких-то нюансов, которые в данной ситуации не очень нужны. Все-таки, если пользователь задает вам конкретный вопрос, «запиши меня в салон», стоит дать ему конкретный ответ. Для того, чтобы записаться в салон, позвоните сюда. Если бот не выполняет функции записи напрямую, а просто консультирует, или начать собирать с него анкетные данные, там, фамилия, имя, дата записи и так далее. Причем лучше делать это пошагово, а не вот таким, опять-таки, куском текста. Презентацию не видно. Наталья, может быть, поможет. Поставьте плюсик, если кому-то... Точнее, поставьте плюсик, если кто-то еще видит презентацию. Видит, имею в виду. Не, не видит. Так, сейчас я запутался. В какую сторону? Плюсик. Это значит, видно. Видно презентацию. Все. Супер. Ну, попробуйте перезагрузить страницу тогда, что я могу посоветовать. Продолжаем. Переходим уже непосредственно к проектированию. Проектирование стоит начать со схемы флоу-диалога. Она не должна быть очень подробная, а должна быть достаточно поверхностная. Свои схемы показывать, к сожалению, мы не можем, поэтому я нашла в интернете схему IVR-бота. По-моему, это Home Credit Bank. И здесь, ну, для IVR-ботов и для обычных ботов примерно плюс-минус такая же схема. Она чаще всего имеет древовидную структуру, однако могут быть и возвраты, такие кольцевидные, такие процессные. Соответственно, что бы еще хотел сказать, что здесь нужно описать именно состояние, в которое попадает бот. Не детальные тексты того, что ответит человек, что ответит бот, а именно как бы процессные кусочки. Грубо говоря, вам нужно написать золотой путь, и от него дополнительный золотой путь – это такой идеальный случай поведения пользователя от начала до конца. И по желанию, так сказать, желательно наиболее кратчайший. А от него уже писать ответвление. Ну, это, на самом деле, тема отдельная, огромная и связанная с бизнес-процессами. Если вам будет интересно, пишите в чат. Может быть, проведем вебинар на эту тему. И второй момент, после того, как вы спроектировали диалог именно в виде схемы, вы должны написать текстовый сценарий. В англоязычной версии это называется sample dialogues, то есть кусочки диалогов, которые, соответственно, потом пойдут непосредственно в код. Мы используем такой формат, где у нас написан клиент, бот и переходы, и поясняем для разработчика, что именно необходимо в данной ситуации, например, запомнить, сохранить и так далее. То есть это более детализированное, фактически, ТЗ проектирования диалога. И следующий момент, о котором хотелось рассказать, это макап. Здесь я передаю слово Кате, которая как раз очень нам помогает в этом моменте, и она расскажет обо всех деталях и нюансах. Если ко мне сейчас есть вопросы, я минуточку готова ответить. Если нет, то ответим в конце. Про инструменты будет в конце. Раз, два. Слышно, видно? Во всякий случай уточню, мало ли, что-нибудь смогло случиться. Ира, спасибо, очень интересно. Я каждый раз с удовольствием тебя слушаю. Плохо видно слайды, презентацию можете прислать. Там, да, все будет. Давайте, да, перейдем к следующей части, к проектированию. Ну, смотрите, я, это Ира, она занимается голосовыми всякими историями про voice, conversational, ну, такими как-то мейнстрим сейчас, да. А я больше, я это называю традиционное графическое у меня проектирование, веб, мобильные интерфейсы, то, что называется ГУИ. И, в общем, ну, Ира, мы с ней работаем в разных отделах, решаем разные бизнес-задачи. Ну, она ко мне обратилась, как дизайнер к дизайнеру и говорит, Кать, ну, у тебя такой вот большой проектирование, у нас есть определенные там моменты сложности именно в проработке дизайна, вот этих флоу, в сценариях голосовых всех этих историй. Может быть, ты чем-то можешь помочь нам. Ну, и, в общем, давайте сейчас я погружу вас в те вопросы, с которыми Ира ко мне пришла. Она говорит, хочу посмотреть, как текст будет восприниматься в контексте мессенджера. Ну, так как бот проектируется не вакуума, а для конкретной платформы, для мессенджеров, то, конечно же, интересно смотреть, как весь этот сценарий будет разворачиваться в той или иной платформе уже, в конкретной среде. Хочу оценить восприятие новых вариантов текста. Ну, Ира уже говорила, что приходится прибегать к такому скиллу, редактуры. Те, кто работает в дизайне в UX, то, ну, наверное, знают, есть такая отдельная тема, как UX-писательство. Вот Ира, она, ей приходится тоже этим заниматься. Ну, и, конечно же, ее тема с новыми текстами, ее она заботит в самом хорошем профессиональном смысле. Есть еще навигационные всякие моменты, типа кнопочки, какие-то картиночки с ссылочками. Это навигация, имеется в виду, в рамках диалога, а не при переходе из бота, там, на веб-сайт. Именно вот в диалоге с, там, одной ветки сценария на другую ветку сценария. Имеется в виду эта навигация. Ну, и, конечно же, дизайнеру всегда хочется тестировать гипотезы, всегда хочется валидировать свои идеи. Все это, изучение поединенных сетях, проектируем форс, делается один человек, инвест-разработчик. Ну, вот, нет, не один, потому что работа очень большая. И вот сейчас, собственно, мы рассказываем, показываем о том, как несколько людей над этим работает. Арина, это вот такой короткий ответ на ваш вопрос. Так, едем дальше. Я говорю, Ир, ну, я ее выслушала, говорю, Ир, ну, что я могу предложить тебе, как разработчик, ой, как разработчик, как дизайнер графических интерфейсов? Говорю, давай делать прототип. Давай сделаем прототип, сразу же спроектируем под конкретную платформу, потому что, ну, платформа, там, мессенджер, да, понятно, какая-то там программа. Еще интересно смотреть, будет это в вебе на десктопе, то есть, ну, на широкоформатном экране, либо же это будет, там, мобильный интерфейс, там, то есть какая-то, да, адаптивная версия сайтов. Интересно вот эти все случаи рассмотреть. И, говорю, так как сценарий большой ты собираешь, и вот тот, про который, ну, дальше пойдет речь, и там очень большой сценарий, с кучей всяких ответвлений, там, подсценариев. Говорю, давай только самые сомнительные, интересующие тебя части, те, которые, как бы, вызывают наибольшее напряжение. Ну, потому что все проектировать не имеет смысла, там, да, протестировать и проверять. Давай только, как бы, самый горящий возьмем. Сейчас сделаю шаг в сторону. Ребят, напишите, кто работает с Figma, и знаете ли вообще, что это такое. Я очень надеюсь, что да, потому что все-таки это не какой-то ноу-хау инструмент, ему уже много лет. Я беру все шаблоны. Есть такой раздел в Figma, Figma Community, недавно появился. И там, в общем, если вам надо для Телеграма, набирайте Телеграм, куча уже отрисованных UI-библиотек. Там, если надо, Facebook Messenger, там этого всего тоже полно. Что там, Instagram, WhatsApp. Ну, в общем, все, что хотите, все там это есть. Не надо тратить время, чтобы заново рисовать интерфейс популярной там соцсети. В нашем случае, вот тот кейс, про который Ира начала говорить, и дальше я буду рассказывать, у нас была задача проектировать сценарий бота для HR, бота-консультанта для чат-виджета. Чат-виджет – это, собственно, разработка JustEye, нашей компании. Если вы знакомы с живосайтом или LiveTags, то это, в общем-то, ну, вот такой тоже консультант. Только в консультанте в этом чат-виджете сразу же зашит ядро нашего искусственного интеллекта. Мы недавно делали редизайн, у нас есть гайдлайны, в общем, все уже подготовлено с графической точки зрения. Говорю, давай возьмем твой сценарий, я возьму вот эту вот свою библиотеку, и мы его соберем из этого прототип. Смотрите, UX-дизайнер, что вообще делает UX-дизайнер? Он же не какие-то просто красивые кнопки там, да, рисует, или там, как бы, понятно, что счастье пользователя и должно быть понятно, интуитивно, приятно. Это все, как бы, знаете, вот слова, которые и так понятно, зачем это еще в 125-й раз говорить. Я предлагаю посмотреть на то, что проектирует UX-дизайнер, немного вот с другой точки зрения. UX-дизайнер, он проектирует эмоциональный, чувственный опыт. И неважно, это касается голосовых интерфейсов, графических интерфейсов, или там предметного материального мира, да, вот объектов материального, которые реального мира. Все это проектируется для того, чтобы человек получал эмоциональный, чувственный опыт. Неважно, он будет там приятный, неприятный, напряженный. И это уже вот эти оттенки, они как бы зависят от, ну, что надо, то и, в общем, дизайнер распроектирует этот самый опыт. Вот. И зачем это все к чему? К тому, что вот формат текстового документа, а это скриншот как раз-таки сценария, сценария диалога, вот один маленький кусочек этого сценария. Очень сложно из такого формата получить вот этот эмоциональный, чувственный опыт будущему пользователю. И сложно проверить, протестировать идеи. Насколько вот как бы подложенный вариант дизайна разговорного, голосового, диалогового, назовите, как хотите, в общем, текстового дизайна, он окей. Не потому, что там Ира, как в UX дизайнер, делает свою работу плохо. Я вообще не про это. Я про то, что сам формат документа, то он ограничивает получение этого самого эмоционального, чувственного опыта. Поэтому я предложила с твоей стороны сделать прототип. Ну, сейчас я вам покажу картинки, потом мы переключимся на фигму. Дмитрий, я не знаю, почему дизайн-система плазма без отрисовки в фигме или скетче. Это вопрос не ко мне, а к тому, кто это придумал. Плазму, дизайн-системы плазмы. Значит, что мы сделали с Ирой? В общем, ну, знаете, когда заказчик приходит, тоже вот Ира про это начала свое выступление, приходит заказчик, говорит, надо вот там, хочу вот это. Ну и, конечно же, ну, это нормальная история, если вы работаете с заказной разработкой, абсолютно нормальная история, когда та сторона заказывающая свято уверена, что ты, пожалуйста, дорогой специалист, заткнись, ничего не говори. А сделай, как мы просим. Ну, в общем-то, мы его сделали, накидали, как нас просили. Ну, наверное, многое объяснять не надо, почему этот вариант не очень. Во-первых, смотрите, ну, вы и так видите, но я проговорю, что название кнопок очень длинное. Такая батарея этих кнопок получается. Какая-то кнопка вообще даже не влезает. Перенос строк у нас по нашим гайдлайнам, он не предусмотрен, поэтому, в общем, какая-то кнопка даже, вот видите, не влезает в экран. Ну и, конечно же, очень сложно бегло все это читать. Много вот этих почему, какие-то точки в конце. Ну, в общем-то, сделано все для того, чтобы было желание что-то еще улучшить здесь. Значит, что делает UX-дизайнер? UX-дизайнер подключает свой скилл, навык от редактуры, от писательства и переформулирует название этих кнопок на более, так сказать, простые и для восприятия облегченные. Ну, в процессе это же понятно, что не просто человек сел, да, там, хоп-хоп, переписал за три минуты. Понятно, что это идет некоторый процесс осознания перебора вариантов всякие там прикидываем так и сяк, появились еще дополнительные кнопочки список консультаций и справкам. Что-то я изменяю с горла, что-то попало. Та-та-та-та-та. И вот дальше, так, теме проверки гипотез, то есть вот почему еще тоже, да, вот так, то есть вот предложен новый вариант. Ну, насколько этот вариант окей или не окей? То есть, может, надо тут что-то дорабатывать, не надо тут что-то дорабатывать. Это, в общем-то, вопрос уже, ну, заявка на UX-исследование, на проверку гипотез. Тоже хороший повод как раз-таки сделать прототип. Сейчас мы тоже про это поговорим. И вот еще один вариант, тоже вот, как бы, ответ бота. Ответ бота на интересующий вопрос пользователя. Давайте абстрагируемся от смысловой нагрузки, что конкретно тут написано. Вот чисто просто вот так, вот общим взглядом. Ну, такой ответ бота очень сложно переварить по нескольким причинам. Первое, он очень длинный. Второе, текст даже не отформатирован. Третье, в тексте очень много вот этих вот если, 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 если. Ну, там, если работник, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, это называется в современном мире канцелярит. Канцелярит очень сложно читать, воспринимать. И если у вас нет какой-то специальной, специфической задачи, то, ну, как бы, зачем нагружать себя свои когнитивные ресурсы, вот, лишней работой. Тоже UX-дизайнер посидел, подумал, переписал, и получился, вот, собственно, рерайтинг этого текста. Рерайтинг этого текста. Тоже, если абстрагироваться от смысловой нагрузки, то, конечно, такой текст воспринимается намного легче, чем вот первый вариант, который слева. То есть, ну, правый, он покороче, он уже тут отформатирован, и уже вот убраны вот эти если, 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 работник там, ну, из каждой строки. Так, давайте теперь я я сейчас переключусь, ну, бывает все равно. Ну, конечно, всегда найдется, что-то можно улучшить. Это, знаете, была у меня история, человек выступал, выступал. По теме его выступления не сказали ровным счетом ничего, дали только один комментарий, что у него двойной пробел в названии. Все. Так. Вы, наверное, сейчас видите зеленый экран, если да, поставьте плюсики. Ага. Ага, супер. Так, значит, супер. Все, я сейчас открываю фидмы, я не буду в виде чат, поэтому я вернусь чуть позже, прочитаю. Так, вот я вам показываю рабочий проект, то есть вот прям процесс. Значит, было, стало, вот все эти экранчики, я вам уже там скриншоты в презентации показала, тоже, ну, чтобы оставила для вас специально, чтобы вам показать все эти экранчики. было, стало. Так, кнопки ответа, это тоже первоначальный вариант, это вот мы с Ирой как раз-таки разбирали текстовый документ, я рисовала макапы, и вот тоже оставил скриншотик, ну, вот это мы с ней разбирали, что куда должно вести, тоже вот наш такой элемент совместной работы. И вот смотрите, вот там кусок сценария, я вам показывала на слайде скриншот из Google Doc, значит, про отпуск там шла речь, и вот получилось четыре вот таких экранчика, четыре вот таких экранчика. Смотрите, на самом деле этого больше, чем достаточно, больше, чем достаточно для того, чтобы проделать огромную работу. Во-первых, убедить заказчика, что, ну, давайте все-таки перепишем часть текстов, чтобы они легче воспринимались. Это первое, то есть, ну, как бы вот такой убеждающий, да, момент. Потом, значит, у нас, ну, те, кто работает в ФИДМе, знают, да, что можно там провести определенные тут стрелочки, и получится интерактивный прототип. Этого тоже достаточно для того, чтобы пойти уже оттестировать там в коридоре коллеги, показать там или собрать какую-то фокус-группу или там пять человек, которые гипотетически будут там вашими, ну, подходят под портрет вашего пользователя. В общем, можно уже оттестировать переходы, навигацию и смысловую нагрузку текстов. То есть, не надо делать там огромный какой-то кусок работы, то есть, ну, все, в общем-то, выглядит достаточно вот так компактно и безобидно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, давайте... А, еще что хотела показать. Значит, у нас чат-виджет по нашим гайдлайнам, он имеет ограниченную ширину, вот эту вот слева направо, он имеет ограниченную ширину, это тоже вот одна из причин, почему вот, да, длинные кнопки мы не можем взять и растянуть просто окно чат-виджета. Ну, вот по гайдлайнам, потому что у нас есть ограничения определенные, поэтому тоже заявка, почему надо придумывать дизайн под конкретную платформу. То есть, если бы, конечно, мы могли растягивать это окошко чат-виджета сколько нам захочется, то, может быть, ничего бы нам и не пришлось бы, конечно, переписывать, описали бы, сколько нам там в душе угодно. И еще мы делали прототип под мобильный интерфейс, под мобильный интерфейс. Так, и всегда же интересно, как все то же самое будет смотреться на десктопе. Значит, вот делаю прямоугольник размером 1280 на 720. Стандартный сейчас минимальное разрешение монитора. Давайте возьмем вот окошко чат-виджета, вставлю, и вот можно ну, тут это вот длинная портянка, поэтому это страшно. Можно так тоже поставить и посмотреть, насколько, как, в общем-то, уже по месту в окне браузера примерно все это тоже будет выглядеть и считываться. Ну, тоже как бы бывает, так сделаешь, занимает, видите, там полминуты, да, вот эти действия простые, а бывают всякие инсайты, конечно, появляются, что вот сколько там скролить этого текста надо, там высота вот этой батареи этих кнопок, тоже сейчас давайте поставлю вам, так, вот хоп, ну, тут еще не очень много кнопок, бывает, так понапишут, что вот весь экран это все одни, короче, кнопки. Вот. Ладно, тут побаловались с вами, давайте мы сейчас запустим прототип. Я напоминаю, там по сценарию Константин Иванович на Рязанском ремонтном заводе работает, у него два вопроса, где моя зарплата, и у него дочка идет в первый класс, и ему, ну, на его заводе там работодатель дает отпуск на 1 сентября, оплачиваемый отпуск. Ну, его интересует, собственно, вопрос, как оформить отпуск. Ну, в общем, вот мы сделали прототип про нет зарплаты и про отпуск. Смотрите, вот мы взяли прототип, пошли, значит, вот с этой вот штукой к людям, обрисовали, значит, ситуацию, если бы вот мы сейчас с вами так пошли бы и кого-нибудь поймали бы на улице, нас бы что интересовало? Нас бы интересовало, как человек быстро найдет, куда ему надо здесь в кнопочках нажимать, ну, либо там писать, да, вот что будет дальше идти, человек нажимает кнопки или писать, первый вопрос. Ну, допустим, хорошо, он там нажимает кнопочку, его интересуют про зарплату, там отпуск и зарплата, да, у него два вопроса, ну, допустим, сразу вот он про зарплату. К примеру, нашел, то есть мы смотрим, как быстро нашел, как быстро сообразил, бывает так, что, ну, как бы не доходит, не потому что человек тупой, а потому что, ну, какие-то вот есть там, может, непонятно для него сформулировано. Дальше мы ему даем, вот, дает ответ про зарплату, и наш гипотетический Константин Иванович бы все это прочитал, мы бы его спросили, а что ты понял из этого? Вот, где твоя зарплата? Что ты из этого понял? Ну, я уже смотря, судя по ответу человека, который это все прочитал, мы бы уже бы делали выводы, а может быть, нам еще что-то надо переписать, а может быть, мы там часть смысла при рерайтинге там вылили, да, с водой ребенка вылили, либо, наоборот, тут какая-то избыточная информация, которая к делу, ну, вообще не относится. Ну, и то же самое с отпуском, про отпуск, то есть нас бы интересовало, тут есть посложнее немного, то есть надо зайти сначала в отпуск, дальше, видите, бот уточняет, какой конкретно отпуск, что про отпуск тебя интересует, то есть вот нас бы интересовало, как быстро Константин Иванович найдет вот ответ про первое сентября. Да, конечно, можно написать все еще в чате там, да, то есть он может в чате сразу написать про первое сентября, но, допустим, человек у нас идет через кнопки, то это тоже нормальный такой путь, который надо рассмотреть. Ну, значит, сама система, вот эта HR-консультация, она закрытая, там нужно предварительно авторизоваться, поэтому бот знает, что к нему обращается Константин Иванович, поэтому вот Ира, как дизайнер, в X-дизайнер, она сразу же закладывает в дизайн диалога то, что в данном месте этот, значит, HR-бот, так сказать, интерфейс, голосовой интерфейс, будет обращаться к человеку по имени-отчеству. Ну, и дальше, ля-ля-ля-ля-ля-ля, все про отпуск. Мы бы тут спросили бы нашего Константина Ивановича, а что ты понял? И тоже бы, судя бы по ответу, таких там пятерых, да, Константин Ивановичей, мы бы уже делали бы вывод, а надо ли еще что-то тут дописать или наоборот переписать или убрать, ну, что-то еще делать текстом. А может быть, тут всего вот достаточно и прекрасно для того, чтобы ответ на запрос был получен. Так, все, я возвращаюсь к вам. Так, я сейчас построю что-то. Ага. Так, ну, вы вроде пока ничего мне не написали из вопросов. Помидорами тоже не закидывали, тапки не кидали. Поставьте смайлик, хотя бы, или лайк, пожалуйста. Спасибо. Это очень приятно, хотя не принципиально. давайте, вот когда нужен прототип. Вообще, смотрите, ну, те, кто работает с дизайном, конечно, знают. Спасибо. Те, кто работает с дизайном, знают, да, там, фигма, то есть все как бы это, ну, вообще простые инструменты, не надо ничего придумывать, надо, знаете, вот ходят ищут какой-то священный грааль, там, проектирование голосовых, там, интерфейсов и что-то вот это. Да, попробуй ты приспособить то, что тебе уже известно. Вот, я так считаю. И получишь с этого больше профита, чем все ходишь и углы околачиваешь. Давайте, когда нужен прототип? Нет навыков программирования. Если вы можете программировать, я вот не могу ботов программировать, то, конечно, я беру, как дизайнер, беру тот инструмент, который могу использовать, для меня это фигма, там, либо какие-то листочки я могу нарисовать. Вот. когда нет навыков программирования, ну, вот, можно сделать прототип. Я имею в виду, вот, кликабельный, графический. А нет навыков работы в Emilogic. Это я сейчас не камень огород кидаю в собственный продукт, а то, что Emilogic, это инструмент, который нужно изучить, ну, потратить хотя бы, там, вечер, пару часов, чтобы там зарегистрироваться, в нем потыкаться, освоиться, привыкнуть, ну, вот этот первый опыт, экспириенс получить. Обычно первый экспириенс, все-таки, ну, на него надо потратить время. Вот как бы мы ни пытались сократить, все равно, на первый экспириенс тратится время. Поэтому, если вам не охота даже это время тратить, там, да, там, час-два, то, ну, в общем, по каким-то своим причинам вы можете туда не лезть, не осваивать. Хотя Emilogic, он позиционируется и сделан там все для того, чтобы можно было без программирования ботов собирать. Под чат виджет, кстати. И под чат виджет тоже. Под рукой есть дизайнер, который может в граф-редакторе. Ну, тогда однозначно, как бы, нечего думать, берите его в охапку, давайте ему текстовый документ, письмо, соберет прототип. Или если вы сами можете собрать прототип. И надо быстро проверить гипотезу. Тут тоже есть такое, тут тоже есть такой момент, что, там, ну, надо напрограммировать там бота, его подключить к каналу, чтобы он там опубликовался, чтобы все, слава богу, там взлетело, закомпилировалось, без багов работало и так далее. Вот. Ну, то есть, такой тоже длительный процесс может быть, а если что-то еще у кого-то где-то отвалилось, то, ну, в общем, труба, и все это может как бы дотянуться. Вот. Ну, то есть, а гипотеза не проверяется из-за этого. Поэтому, ну, вот именно в такие моменты, все-таки нарисованный прототип, он может помочь. Ну, и надо быстро понять, как текст в интерфейсе платформы будет смотреться. То есть, там, скопировать, вставить название кнопки, это, в общем-то, дело, не знаю, двух секунд. Ну, и давайте выводы подведу всего того, что я рассказала. вот мы с Ирой два дизайнера. Ира Гуис, conversational дизайнер, я UX-проектировщик, там, Гуи интерфейсов. Совместно ли наша такая коллаборация? Ну, однозначно, да. Ой, совместно, полезна ли наша совместная работа? Однозначно, да, полезна, мы друг друга дополняем, мы друг другу подсказываем, там, совместно можем что-то, в общем, там, улучшить и придумать, как выпутать из какой-то ситуации. Ну, два дизайнера, все-таки там, да, комбинаторика в голове это работает. А может ли один человек объединять в себе несколько ролей? Вот это вопрос, который был в чате у девушки, я забыла имя, правда. Да, однозначно, один человек может объединять в себе несколько ролей и делать там, вообще, как на дуде тоже играть может. Но можно ли таких людей найти на рынке труда? Маловероятно. Я знаю одну девушку, которая может и в граф-редакторе, все что угодно, и еще и с войс этим дизайном поработать, и еще и что-то немножко попрограммировать, но она стоит очень дорого, и на Россию она не работает. А так, вот как бы, так, не знаю, рынок вроде не изобилирует такими специалистами. Ну, а что-то можно с этим сделать, да, воспитывать в себе, либо, ну, те, кто проектирует так же, как и я, да, в свою сознательную профессиональную жизнь, подучиться немного voice conversational вот этим историям, специфики, а те, кто наоборот, больше рерайтингом, ну, немного фидмута изучать там, и тогда можно будет собирать, проверять собственные гипотезы. Так, ну, тут по сценарию я отвечаю на ваши вопросы, если они, конечно же, есть, но пока вы их пишете и формулируете, у меня встречный вопрос. Смотрите, мы сейчас так обзорно окинули очень большой кусок работы, вот, как бы, процесса, каких-то деталей, нюансов рассказали, там, профессиональные какие-то моменты показали. Ну, понятно, мы не можем уместить за один час вообще все-все-все изложить, чтобы вы сразу все поняли и как бы сразу вахта, квалификация повысилась. Ну, мы хотим, мы хотим сделать серию такую с погружением в дизайн, вот этот специфичный дизайн, специфичное проектирование, и нас интересует, что интересно вам, чтобы мы могли как бы сфокусироваться и сделать некоторый roadmap. Вы можете выбрать один из вариантов либо свой предложить, я пока вопрос почитаю. Роли в команде, кто проводит аналитику, кто за ним пользуетесь. Арина, ну, роли в команде, кто проводит аналитику, поведение пользователя. Ну, вот у нас это делает Ира. Ира проектирует флоу, поведение пользователя. Ира пишет сценарий, Ира вроде не пишет код. Ира, ты вроде не пишешь код. Я вот как раз вышла в эфир, если меня слышно, я прокомментирую. На самом деле, как называются, роли не очень важно, наверное, если они понимают, какие задачи они выполняют. у нас каждый член команды может выполнять все, но условно мы разделились на дизайнеров, аналитиков и разработчиков и тестеров. Так что одним человеком это довольно-таки тяжело, особенно если у вас довольно объемная разработка, выдержать сложно, я так скажу, мне кажется. Ну, реально, если вы как Катя, у вас супер-пупер крутой, дорогой специалист, в принципе, наверное, люди. Чат ускакивает. У меня тоже скачет. Чем мы научиться всему этому? Ой, я не знаю. Слушайте, но чем мы пользовались своей головой? Я из-за ответ, но я не знаю, как иначе. Вообще это очень такие объемные вопросы, и может быть, мы даже всех эти вопросы составим дальнейшую, не знаю, наверное, Наталья нам поможет, но вопросы довольно объемные. Где посмотреть больше кейсов, вот про кейсы особенно, теоретическую базу. Наташа, ты нам нужна. Илья, вы можете дополнять текстовый интерфейс голосовым сопровождением? Вы имеете в виду, чтобы озвучка была того, что бота выкидывать в чат? Это и мелоджик все может сделать? Или что вы имеете в виду? Кто анализирует логи? Лингвисты у нас анализируют логи. Я знаю, в крупных телекоммуникационных компаниях, там есть отделы огромных лингвистов тоже, они там вот сидят и анализируют логи, разметку всякую там делают логов. Брать процесс, проектировать сценарий. Да, конечно, используем, вот я же вам только что показала. вопрос интересный 1.4 Тех социальных диалогов разговорный дизайн. Ага. Да, там будут материалы, там подарочки уже те, кто самый терпеливый досидел до конца. Есть ли смысл писать сценарий весь подробный в виде схемы? А, Ира ответила в самом начале, она когда говорила, что не имеет смысла прям вот все детализировать, там достаточно крупными мазками окинуть и там уже в процессе углубляться, когда текстовый документ пишется. А лингвисты пишут flow и продуктовые аналитики. Но в нашей компании продуктовые аналитики занимаются другим. У нас просто широкий спектр того, что мы делаем. Мы графические интерфейсы типа Эмилоджика там делаем продукты, и там а боты это немного другая специфика, у нас поэтому продуктовых аналитиков под ботов вот лично у нас нету. Я знаю крупные интерпрайз компании, они там есть отделы целые. Я думаю, что это прототипирование. Конечно, конечно. А Кристина Алексеева? Да, конечно, возможно. Тоже делается всякая анимация, тоже в фильме можно статичные экраны нарисовать, либо анимашки какие-то. Вот недавно кстати мы делали такой прототип для голосового помощника к нам как раз ко мне в отдел прибежали очень срочно говорят, надо. Дизайнер у меня делал такое. Ну там, там как бы не прям полная, как бы полностью спроектированный помощник получается, потому что это очень трудоемкая задача, она непонятно зачем прям все детально там прорабатывать, что вплоть, знаете, задержка там одна какая-то миллисекунда, там от дизайнера требуется набор каких-то основных экранов, основной анимации и примерно в черновом варианте, как все это будет переключаться. Наташ, я в общем буду выходить тогда из эфира, передаю слово тебе. Ребят, спасибо, с вами очень интересно, у меня милкает код. Катя и Ира, вы все-таки не уходите, поотвечайте еще, пожалуйста, в чате, вопросов много, коллеги, мы еще потом обязательно посмотрим внимательно весь чат, если мы на что-то не ответили, мы это обязательно осветим либо в наших последующих вебинарах или сделаем какие-то рассылки, дополнительные материалы для вас подготовим, поэтому вы продолжайте спрашивать, девочки здесь и Ира, и Катя еще поотвечают. И, пожалуйста, если у вас есть пожелание какой вебинар сделать следующий, какая-то тема горячая и очень интересная, я вижу, что как раз по команде очень много вопросов, может быть, это будет интересно осветить. Я пока проведу заключительную часть полезности и подарки, как раз было много вопросов, где можно изучить эту тему дополнительно, на ваших во что погрузиться, что почитать, и есть такое у нас. Мы для вас собрали, потому что, конечно, в одинчасовой вебинар невозможно включить ответы на все вопросы. Мы ведем много проектов, накапливаем много практического опыта, и мы делимся этим не только в вебинарах, у нас есть несколько таких образовательных проектов, в частности, блок, блок нашей компании, где мы публикуем и новости, и экспертные статьи, аналитику рынка. Есть там статьи как раз и по профессии дизайнера голосовых интерфейсов, что это такое, какие навыки необходимы. Блог на нашем сайте. Для вашего удобства я сейчас скину на него ссылочку в общий чат. так, сейчас вот так. Пожалуйста, читайте, много всего интересного регулярно обновляется. А также там же в блоге вы можете подписаться на рассылку, и тогда будете получать все с доставкой на дом. Тематические подборки регулярно у нас выходят очень много полезной информации. Там же в блоге можно нажать кнопочку подписаться. Двигаемся дальше. Мы любим делиться не только своим опытом, мы собираем вокруг себя комьюнити, экспертов и два раза в год проводим конференцию по разговорным интерфейсам. Она называется Conversation. Кстати, есть кто-нибудь в чате, кто слышал или был на этой конференции? Просто интересно. Да, здорово, классно. Приходите еще совсем скоро. Надеюсь, мы анонсируем нашу следующую конференцию. Ух ты, как много. Класс, класс, класс. Доклады предыдущих конференций уже порядка сотни выложены в свободном доступе. Ну, можно зайти на сайт конференции, посмотреть там и на нашем канале на Ютубе. Там не только мы, но ведущие, ведущие разработчики, ведущие компании, заказчики, компании, которые образовывают экосистему, да, голосовых интерфейсов, делятся своим опытом в очень интересных докладах. Пожалуйста, присоединяйтесь и смотрите. Очень много материалов в свободном доступе мы делимся. конверсейшнс. И приходите, конечно же, нас смотреть в оффлайне, в онлайне, как вам удобнее. Будем всегда рады. Двигаемся дальше. между нашими конференциями мы выпускаем подкасты, подкаст Conversations with, это такой расширенный взгляд на индустрию, очень интересные там интервью с очень разными людьми из отрасли, как раз тем, кто интересуется, кто что делает, какие вопросы отвечает, будет полезно посмотреть как раз вот беседы с этими нашими гостями. в блоге можно подписаться на этот подкаст и его смотреть и также на нашем канале на YouTube. Он открыт, свободен, пожалуйста, смотрите. И вот тот самый канал. А, кстати, на подкаст сейчас ссылочку тоже вам брошу, забыла немножечко. Сейчас в общий чат, чтобы вы не искали. Вот. В том числе с разработчиками голосовых интерфейсов у нас тоже в планах есть подкасты. И наш канал на YouTube, помимо того, что я уже рассказывала, что там выложены conversations, там выложены подкасты, там будет наш вебинар выложен, который мы сегодня все вместе с вами проводим и смотрим. Очень много обучающих видео, практических мастер-классов по созданию чат-ботов, голосовых роботов. Подписывайтесь, ничего тогда не пропустите. Ссылочку на канал тоже сейчас поделюсь. Все, осталось совсем чуть-чуть и буду давать подарки. Все молодцы. Круто сегодня отработали. Так, давайте теперь перейдем к моему любимому слайду. Вот такого котенка мы вам заготовили. А сейчас внимание на экран. Я покажу, что у нас есть для вас. Ирина с Екатериной подготовили для вас подборку инструментов, которые они используют в своей работе. Здесь все кликабельно, будет вам такой шпаргалкой. Попробуйте, поделитесь потом своим мнением. Я этот инструмент раскачиваю, расшариваю, прошу прощения. Вы увидите сейчас отбивку, что файл разрешен для скачивания, можете его скачать. Вы увидите вкладочку в верхней панели вебинара материалов, видели, с точкой с загнутым уголком. Там можно это скачать. Смотрю на чат. У кого получилось скачать, пожалуйста, нажмите плюсик, что я видела, что у нас все работает. А мы двигаемся дальше. Получилось. Ага. Следующий подарок. Это как раз список полезных источников. Пока мы готовим для вас следующий вебинар, что можно почитать, чтобы прокачаться и стать... Как это сказать? Ну, вы поняли. Стать крутым в этой теме. Здесь, в этой подборке статьи, книги, каналы в соцсетях, сообществах, наши собственные публикации по теме разговорных интерфейсов. Разрешаю на скачивание. Отбивочка у вас должна появиться. качайте. Напоминаю, что в рассылке этого не будет. Это мы расшариваем только здесь. Для тех, кто с нами доработал до конца вебинара. И если хотите презентацию прямо сейчас, не ждать рассылку, напишите мне презентацию, я тоже вам ее расшарю прямо здесь, чтобы не ждать. есть. Есть такие, хотим. Пожалуйста. Я вам ее расшариваю. Тоже она появилась в вкладке материала. Все, буквально несколько секунд. Ставьте плюсы. Преза там же, ловите. Ставьте плюсы, что у нас все работает. Если есть какие-то вопросы, которые очень хочется задать и вернуть девушек в эфир, чтобы они еще ответили, задавайте. Есть еще немножечко времени у вас. Если уже вопросы сякли, немножко устали, то ставьте минусики или пишите, что вопросов нет. Мы будем закругляться, завершать наш вебинар. Что там у нас с дополнительными вопросами? Елена, контакты кого? Уточните, пожалуйста. Мы еще не определились. Мы будем читать чат, что вы спрашивали. Если хотите, оставляйте заявку. Мы это обязательно учтем. Я думаю, это будет что-то практическое, полезное, углубленное по тем темам, которые мы сегодня освещали. Посмотрим, что вызвало наибольший интерес. сайт. Елена. Елена, давайте мы с вами тогда спишемся после вебинара, просто уже детально обсудим, с кем конкретно из нас вы хотели бы пообщаться. Хорошо? В любом случае, заходите на сайт JustEye. В каждом непонятном случае заходите на наш сайт, пишите, мы это все подхватим и обязательно с вами свяжемся. Елена, мы с вами просто после вебинара в личке все обсудим. Спасибо вам большое, что были с нами, было очень приятно с вами работать, мы не прощаемся, мы обязательно подготовим для вас еще вебинар по этой теме и всех обязательно пригласим. Все, спасибо, до новых встреч уже весной. Всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо.